Сходил в магазин и уволил председателя правительства. Первые дни временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Катюкова в Красноярске вышли насыщенными. Он работал даже в выходные, при этом успел побывать на регби даже в одном из супермаркетов. А еще в Рио активно ведет свой телеграм-канал. Там его завалили жалобами. Виталий Поляков сегодня изучал первые шаги Михаила Катюкова в новом статусе. Виталий, привет. Что еще успел новый губернатор? Полин, привет. Действительно немало он еще успел. И интересно, что он не стал дожидаться начала рабочей недели и пришел в свой кабинет уже в субботу. Там он встречался с министрами при участии руководителя администрации губернатора Сергея Пономаренко. Сколько встреч было неясно, но точно с Сергеем Верещагиным, который в прежнем правительстве отвечал за экономику инвестиций, а также со Светланой Маковской, которая курирует образование. О своей работе Катюков рассказал в своем телеграм-канале и записал специально для этого кружочек. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня первая рабочая суббота. Изучаем с коллегами насущные вопросы развития края. Я хочу поблагодарить каждого из вас за интерес к нашему телеграм-каналу. У нас уже больше 20 тысяч. Вы прислали более тысячи различных предложений. Все эти предложения сейчас обобщаются и станут основой работы краевого правительства на ближайшие недели и месяцы. Спасибо вам большое. Этот кружочек Катюков записал в субботу. Сейчас на его телеграм-канал подписалось уже более 30 тысяч человек, а комментариев больше пяти тысяч. Но об этом чуть позже. Примечательно, что в пятницу Катюков выразил надежду, что все члены прежнего краевого кабинета министров выйдут на работу в понедельник. Но теперь уже бывший премьер-министр Юрий Лапшин дожидаться понедельника не стал и подал в отставку выходные. В интернете шутят, что не понравилось ему работать по выходным. Впрочем, отставку Лапшина политологи предрекали. Напомню, федеральные СМИ называли его фигурантом уголовного дела о хищении денег при проектировании Красноярского метро. Вот как сам экс-премьер прокомментировал свой уход. Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь. Потому что председатель правительства – знаковая должность. И у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом. Кроме кабинетных дел, Катюков успел сходить в филармонию. Там встретился с Валерием Гергиевым, руководителем симфонического оркестра Мариинского театра. Повалел за регбийный Красный Яр. Наша команда выиграла Новокузнецкий металлург. А еще его заметили в красноярском гипермаркете «Метро» с полной тележкой. Говорят, он купил посуду, кофемашину, ну и прочее. И, как мы уже говорили, почти каждый свой шаг Катюков отражает в своем телеграм-канале. И поскольку его посты можно комментировать, горожане завалили его поздравлениями и наказами. Главные проблемы, о которых пишут – экология, плохие дороги, медицина. Кроме того, Катюкова просит вернуть на пост мэра Красноярска Сергея Еремина, которого убрали при губернаторе УСИ. Об этом пишут даже чаще, чем о строительстве подземки. Здравствуйте, Михаил. Если вы решите проблемы экологии города Красноярска, общественного транспорта и дорог, и неадекватное ценообразование услуг ЖКХ, то будет огромное вам уважение. Здравствуйте. Поздравляю с назначением. Прошу обратить пристальное внимание на экологию Минусинска. Дороги не только в Красноярске в ямах. На север ехать вообще невозможно. Дорог нет, как после бомбежки. Еремина. Обратно в мэры. Здравствуйте. В Красноярске в Солнечном острая нехватка школ. В этом учебном году 22 первых класса. Скоро алфавит кончится. Красноярский край огромен. Все претензии по городу нужно адресовать мэру. А то его будто бы и нет. Зарплата есть, а решать проблемы должен губернатор. Также пишут, что старую команду краевой власти надо разогнать. Просит газификацию, наладить работу общественного транспорта. Шквал сообщений и жалоб Котюкова. В принципе, объясним прежнему губернатору Александру Усу, как и другим, в принципе, чиновникам. Нельзя было писать комментарии в Телеграме, в их каналах. Ну, судя по всему, у людей накопилось. Ну и плюс очевиден запрос на прямое общение с представителями власти, на открытость чиновников. Полина, на этом у меня все. Спасибо, это был мой коллега Виталий Поляков. Вы говорили о том, какие проблемы жители края просят решить нового главу региона. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в социальных сетях, заходите к нам в Телеграм или в нашу группу во Вконтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут на нашем YouTube-канале.